Теперь ты, как и Вива, проводишь интервью со звездами шоу-бизнесом для своего проекта за интервью. Случалось ли, что тебя посылали? Как бы ты поступил в таком случае? Нет, пока я все ломаю, как-то напрашиваюсь домой в автомобиль, но пока я их не посылаю. Жду, кто будет первым, посмотрим. Сам заинтригурую. Есть ли вопрос, на который звезда отказала тебе отвечать, что это было? Несомненно, есть очень много вопросов, на которые звезды не отвечают. Вива, я думаю, тоже это знаю. Какие-то вещи, связанные с очень личным или финансовые какие-то моменты, о которых звезды почему-то не хотят говорить. Боятся налогов или порицание общества, скорее всего. Хотя я тоже до сих пор не помню, почему быть успешным в нашей стране должно быть стыдно. Наоборот, тебе нужно гордиться. Готовишься ли ты заранее к кинотервью со звездой или импровизируешь что-то? Нет, конечно, я готовлюсь, изучаю обязательно неудачное интервью с этим артистом, дабы понять, что, например, не нравится этому человеку. И такого они делают. С кем известных людей ты бы побоялся проводить интервью? Нет, ни с кем бы не побоялся. Были в аспекте какие-то, возможно, волнения, потому что есть такие артисты, которых я обожал, будучи студентами, не знаю, Михалов, Бабкин из «Пятницы». Такие люди, которых я считаю супер-гуру, да? Поэтому, конечно, я волнуюсь перед общением с такими людьми. Вот, наверное, так. Это не боязнь, скорее трепет и важный. Вспомни самый неловкий момент во время интервью. Ну, самый неловкий пока однозначно это то, что я сломал премию «Открытие года» Диме Монатику. Это было вообще очень неудобно. Хоть это было и смешно, но было очень неудобно. Я прям не знал, как реагировать, потому что это очень крутая, важная премия. И я ее сломал. Жанну чуть не сломал коробку от медалей. Такой, как вообще, неудачный. С реквизитом я стараюсь не трогать ничего. Жанну Белинюку, олимпийский чемпион нашим, олимпийский импризер. Был ли у тебя страх перед публикой, а как-то с ним боролся? Несомненно, было вообще моё появление на сцене, а затем на радио, на телевидении. Это, несомненно, борьба со страхом выступлений перед публикой и борьба с собой. Поэтому это такая, я думаю, что у всех людей это некая борьба с комплексом. Просто она переходит иногда в такую форму гипертрофированную, как у нас, когда уже все время приходится быть перед публикой. Сколько времени в день ты проводишь субтитры? Достаточно много, потому что очень много по работе. Ну, полтора часа. Назови своего любимого украинского журнала «Звезда». Ха-ха-ха, вообще смешно. Вик.